В Магасталской области осталось шесть ветеранов Великой Отечественной. Один из них – Бесен Бухаев. В этом году ему исполняется 98. Историей своего боевого пути он поделился с нашим корреспондентом Динарой Нургалеевой. Эта книга под названием «Унигалиумр» по словам Бесена Бухаева хранит все его воспоминания. В ней описаны его детство, военные годы и встреча с первой любовью. Все наградные листы и фотокарточки со служивцами ветеран по сей день хранит бережно. В свои 97 лет Бесената выглядит бодро, а его памяти на даты и события можно позавидовать. Служил пулеметчиком в пограничных войсках. Помню, 20 августа 1944 года началась Яско-Кичневская операция. Несколько дней мы шли в наступление, окружили фашистов и взяли в плен. Эта операция была очень удачная, но были потери. Мы хоронили как своих солдат, так и немецких. Их могилы находятся под Карпатами. В 42-м Бесену Букаеву исполнилось 18 лет. И он ушел на фронт. Служил в пограничных войсках на советско-китайской границе. В составе 2-го украинского фронта участвовал в боях за освобождение Румынии, Молдавии, Белоруссии и Венгрии. После окончания войны еще 4 года служил на советско-румынской границе. Парадный мундир ветерана весь в медалях. За победу, за освобождение Украины. Столетие маршала Жукова. Красуется и орден Отечественной войны второй степени. Им награждали тех, кто героически сражался за родину. Юбилейные даты Дня Победы я праздновал в столице. Я там был 4 раза. И видел других ветеранов, которые ковали победу. С каждым годом нас все меньше. В этом году мы празднуем 30-летие независимости. Современное поколение должно быть образованным. Мое образование – это 7 классов сельской школы. Была бы возможность, я бы учился. Бесина Ата вместе с супругой Угулхан вырастили девятерых детей. Сейчас они воспитывают более 30 внуков и правнуков. Повидать Бесина Букаева пришли сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Пограничники, охраняющие морские границы страны, поздравили ветерана с Днем Победы. В сердцах наших внуков и правнуков. Спасибо за победу, спасибо за смелость. Бесина Ага для нас является примером бодрости, оптимизма. Именно служению Родине. Он настоящий защитник, патриот. В прошлом году состоялась презентация книги о его жизненном пути. Экземпляры были вручены и нашей ветеранской организации, и также в части переданной пограничной службы. Также они используются в воспитательной работе, его боевой путь, его заслуги. И вообще вся его жизнь является для нас примером. 76-ю годовщину Дня Победы вместе с Бесином Букаевым встречают еще пять фронтовиков. Ветеранам войны оказана финансовая помощь в размере 1 миллиона тенге. Выплаты получат и труженики тыла. Их в регионе 675 человек. Дина Ранургалиева, Саламат Бекпаев, Актау Хабар, 24.